У нас еще три лекции сегодня, и очень важно, чтобы тот предмет, который мы вчера обсуждали, был совершенно ясен, детально, чтобы после того, как вы уехали из Бадхарсбурга, вернулись в свои студии, вы могли использовать эту новую информацию и воспитывать молодых талантливых танцоров. Еще раз я хочу подчеркнуть, пожалуйста, спрашивайте, если что-то не ясно. Это очень важно, это моя работа, чтобы вы уехали из Бадхарсбурга, полностью понимая, что мы сегодня обсуждали. Вы слышали вопрос? Поговорить немножко, как работают бедра и как работают ноги. Хорошо. Я думаю, что это очень важный аспект, потому что это имеет отношение к индивидуальному балансу и к балансу в движении. Вы помните, мы говорили о трех балансах, индивидуальный баланс, баланс в паре и баланс в движении, или баланс в движении я. Чтобы лучше понять, как работают бедра, это важно для того, чтобы помочь индивидуальному балансу и балансу в движении. Так что это важный предмет. Когда мы обсуждаем бедра, мы должны совершенно ясно разделить два разных момента. Один момент – это то, что делает нижняя часть позвоночника и верхняя часть позвоночника по отношению к перемене веса. И это не бедра. Конечно, бедра мои двигаются, потому что двигается мой позвоночник. То есть мы говорим о нижней части позвоночника, верхней части позвоночника создает это движение. По существу, нижняя часть позвоночника двигается от ноги, на которой я стою. Посмотрите. Позвоночник двигается, нижняя часть позвоночника от ноги. И тогда верхняя часть позвоночника может находиться на ноге. Это не бедра, потому что если мы сейчас будем говорить, что это бедра, тогда получится вот так, и это не то, что нам надо. Это движение позвоночника прежде всего. Подумайте о собаке и о хвостике, которым веселая собака, довольная, счастливая, виляет хвостиком. Вот это такое должно быть ощущение. Да, у нас тогда была корова. Да, сейчас собака, но все равно четвероногая. Но у коровы хвост слишком пассивен. Вот такое ощущение должно быть. Очень свободная нижняя часть позвоночника, она не заперта в позиции. Я не принимаю вот эту концепцию контракции, сокращения мышц живота, потому что тогда позвоночник становится одним, единым узлом. Важно, чтобы позвоночник не зажимался, не запирался. Иначе в этом состоянии я не могу двигаться. Поэтому мы поддерживаем позвоночник на стопе, соединяющейся с полом. Мы должны постоянно чувствовать заднюю часть корпуса, спину, а не переднюю часть корпуса, потому что передняя часть свисает. Корпус поддерживается спиной. После этого, после того, как я вот это осознал, я переношу свой вес. Но это движение позвоночника. Нижняя часть позвоночника, верхняя часть позвоночника. Ну, конечно, мы все это обсуждали, две эти сферы, которые контр-вращаются, для того, чтобы было ощущение, образ очень мягкого движения, как по маслу. По существу каждый позвонок отдельный, активен, каждый отдельный позвонок, для того, чтобы достичь этот вертикальный баланс. Это не мышечное движение, это структурное движение. Это контроль скелета, скелетный контроль, но не мышечный. Вот эта идея о скелетном контроле, я вспоминаю, у меня есть очень хороший друг в Японии, он учитель баланса. Он не учитель танцев, он учит балансу, спортсменам, те, кто играет в гольф, бегунам. Мы с ним встречались, он приходил как-то на наше выступление, мы с ним встречались, и начали разговаривать и обмениваться информацией. И он мне сказал, все это должно происходить от скелетного контроля, а не мышечного контроля. Для меня это было открытие. Конечно, мышцы отвечают, поэтому очень хорошо заниматься системой пилата и другими упражнениями. Но когда мы танцуем, это не мышцы. Мы используем скелетный, структурный контроль для перенесения веса с ноги на ногу. Вот это первый очень важный момент. Нижняя часть позвоночника, верхняя часть позвоночника, но не бедра. Теперь, когда мы перейдем к бедрам, то очень важным моментом является пах. Это соединение бедер. И от паха мы выносим ногу. Мы не используем бедерный сустав для этого движения. Бедерный сустав позволяет нам выполнить длинный шаг, если мы хотим. Вот если сейчас у нас бедра будут вращаться в одну и ту же сторону, то я, конечно, в балансе, но не в вертикальном балансе. Если мы будем встанем вдвоем с партнершей, мы просто наклонимся. И, конечно, создастся масса проблем. Поэтому очень важно контролировать, на какой скорости я переношу вес ноги на ногу. Мы добиваемся вертикальности баланса при переносе веса ноги на ногу, потому что мы все время на двух дорожках. Поэтому есть боковая составляющая перехода с ноги на ногу. Артикуляция в паховой области позволяет мне ощутить, где вес по отношению к моей ноге, на какой части стопы, во фронтальной плоскости. Обычно я хочу, чтобы у меня вес был под голеностопом. Если мы снимем обувь, встанем обычно, нормально встанем, с обычной осанкой, конечно, не так вот. Но вот если мы обычно встанем, то вес обычно будет под голеностопом. Вот я его так ощущаю. Я могу поднять носок, и при небольшом перемещении веса я могу поднять пятку при очень небольшом перемещении веса. То есть вес под голеностопом. Чем выше я поднимаю облук от К, трудно мне дается эта буква К. Когда я поднимаю К каблук, чем больше я поднимаю каблук, я сейчас тренирую букву К, то тем больше вес подается вперед. Это очень важно для партнера, чтобы партнер это понял. Артикуляция в паховой области должна держать мой вес под голеностопом. Но это абсолютно жизненно важно для партнерши. Очень важно для партнера, но абсолютно существенно для партнерши, потому что из-за каблука. Потому что партнерша оказывается впереди, с весом впереди, и ощущение создается, что она как раз завалена назад. Она по существу не завалена назад. Она наоборот слишком подана вперед. Вот сейчас, если мы поставим бедра в нормальное положение, у нас не будет никакого завала назад. И иногда мы чувствуем, что партнерша тянет. Но она как раз тянет, потому что у нее, скорее всего, бедра поданы вперед. И поэтому верхняя часть уходит назад. Поэтому очень важно в движении артикулировать бедренные суставы в противодвижении, в противовращении. И вот здесь мы должны разделить два аспекта, иначе вы ничего не поймете. Если я вытяну ногу, что вы сейчас видите? Вы видите, что бедра достаточно высоко подняты. Почему так получается? Это фронтальная плоскость. Я создаю вот это движение. Я могу так и не делать, но тогда у меня очень короткий шаг. У меня очень маленький диапазон. Если я хочу сделать больше шаг, тогда мне приходится задействовать позвоночник. Сейчас мы говорим о позвоночнике, а не о бедрах. О нижней части позвоночника. Чем больше нижняя часть позвоночника двигается назад, тем больше верхняя часть позвоночника должна создать контрбаланс. Но это движение позвоночника, это не бедра. Вот что делает позвоночник. Одновременно, в двух бедренных суставах возникает контр-вращение. Почему? Потому что если я поверну оба бедра назад или вперед, вот что произойдет. Поэтому два бедренных сустава должны работать в противовращении. Теперь я создаю вот это движение. И бедренные суставы, противовращаясь, создают более длинный шаг. Если вы хотите этого. Но это отдельные совершенно предметы. И вот это очень важно. Одно движение, это движение позвоночника. Другое, это движение бедренных суставов. Если мы пойдем вперед, это будет то же самое. Вот я могу выбрать для себя вес под голеностопом. И в этом случае контр-вращение двух бедер позволяет мне оставаться на голеностопе и выполнить длинный шаг. Если же два бедра пойдут вперед, я перенесу вес сразу же. Причем мне, может быть, это и не нужно сразу переносить. Поэтому противовращение бедер позволяет мне оставаться. Когда нога находится в позиции, вот тут я начинаю вращение в другую сторону для того, чтобы перенести вес. Поэтому возникает постоянное контр-вращение в бедрах. Бедра не заперты. И это должно получаться естественно. Я не хочу, чтобы вы думали об этом, когда вы танцуете. Поэтому мы делаем упражнения специально. Мы делаем эти упражнения для того, чтобы почувствовать это противовращение двух бедренных суставов. Но приоритет заключается в том, что это два разных предмета. Конечно, они потом сливаются. И возникает одно единое движение. Но как тренер надо понять отдельные предметы. И к чему они относятся. Тогда легче найти проблему. Я вам дам специальные упражнения, где вы это почувствуете. Чтобы вы почувствовали больше движений паховой области бедренного сустава. Так, вопрос такой. Я иду вперед, а мой нижний, нижний часть позвоночника остается сзади. Да, ну возможно. Но это не правило, конечно. Это зависит от того, насколько далеко вы хотите шагнуть. Ну, вообще, давайте скажем так. Моя нижняя часть позвоночника всегда сзади. Это вот такая общая концепция. Нижняя часть позвоночника у меня всегда над каблуком. Или даже за пределами каблука. Я никогда не чувствую, что нижняя часть позвоночника над носками. По ощущению, она за пределами каблука. На самом деле, наверное, над каблуком. Верхняя часть позвоночника, центр баланса, больше скорее на носках. Поэтому, если у меня есть один шарик и второй шарик, и тогда все-таки мой общий вес будет очевидно над голеностопом. Конечно, я не вытянут в одну линию. Эти два шарика не друг над другом. Вот сейчас я чувствую себя стабильно и свободно. Да, поэтому нижняя часть позвоночника действительно остается сзади. А не так. Иначе вот тут я застрял. Вот шаг у меня слишком большой. Шаг-то ладно, шаг нормальный. Дело в том, что моя механическая система неправильно построена. Я сейчас не могу перейти на эту ногу. Но если я нормально сбалансирован, тогда этот шаг будет очень длинный, и я легко перенесу вес. Из-за того, что механическая система находится на месте и правильно сбалансирована. Я знаю, что многие учителя заставляют втягивать живот, подавать вперед таз. Я думаю, что визуально, да, они выглядят достаточно прямыми, когда начинают. Но когда, собственно, танцуют, когда начинают выполнять движение, возникает масса проблем. Потому что мы не в балансе. Поэтому, если мы будем следовать концепции подхода, о котором мы вчера говорили, что форма следует за задержанием, то я бы не стал беспокоиться о внешнем виде. Часто у нас начинающие танцоры, которые с нами спрашивают, у меня что, попа торчит наружу? Да, я могу признать, что действительно она больше торчит наружу, чем если бы мы попытались ее спрятать. Но разве в этом дело? Это не страшно. Если это связано с тем, чтобы создать лучший баланс, у нас в теле есть свои естественные изгибы. Часто говорят, позвоночник прямой. Нет, позвоночник не прямой. Позвоночник находится в таком состоянии, чтобы позволить нашему весу быть вертикальным. У некоторых людей позвоночник сильнее, изогнут, у других меньше. Мы все разные. Мы должны обнаружить, с той же самой механической системой, мы по-разному, в различной степени используем вертикальный баланс, свой собственный баланс, пары, баланс движений. Поэтому не надо создавать вот такие правила, насколько это можно сделать. Правило такое, я хочу быть в балансе. Я должен понять механическую систему корпуса. Правило такое, что эти сферы должны вращаться в противоположную сторону, обеспечивая баланс. Насколько, я не знаю. И каждый раз, когда мы это делаем, это будет по-разному. Больше или меньше. Разные проценты. Разные степени. И поэтому у нас есть три уровня понимания. Умственное понимание, физическое понимание, эмоциональное понимание. И только когда наши чувства открыты, тогда я могу почувствовать эту степень. Я чувствую это. Я чувствую эти сферы. Я манипулирую ими. Но я сейчас не интересуюсь и не забочусь о том, как я выгляжу. Меня больше интересует контроль баланса. Еще какие вопросы? Это упражнение. Мы сейчас никуда пока не двигаемся. Оно относится к созданию и поддержанию баланса, когда мы создаем движение. Итак, у нас есть движение и есть действие. В чем разница? Это все слова, конечно. Мы можем по-разному их назвать. Это не важно. Важно понять, что у нас есть два разных понятия. Движение. Это когда я переношу вес с одной ноги на другую. Это движение. А вот действие – это подготовка к движению. Например, вчера Ханс говорил, что можно создать вот такой тип. Это тоже подготовка. и та же самая концепция. Мы сейчас проанализируем это больше механически, чтобы понять, как работают бедра. Давайте встанем на левую ногу. Что мы делаем на левой ноге? Мы ищем вертикальность. Бедра слегка наклонены, плечи слегка наклонены, но мы вертикально сбалансированы. Как мы должны чувствовать себя? Мы себя должны чувствовать уверенно. Я стою уверенно, очень приземленный в балансе. Если вы будете качаться, значит, вес ваш заносит влево, или же вы не впитываете вес ногой. Суставы ноги всегда принимают вес. Принимают – это очень хорошее слово. Я никогда это не называю стоячей или опорной ногой. Это принимающая нога. Левая нога – это как губка, она впитывает вес. Это разные вещи. Правда, если я просто стою на ноге или если я принимаю вес, я гораздо устойчивее и увереннее и как бы тяжелее стою на ноге. Здесь ни при чем легкость. Итак, это наш баланс. Мы можем пойти вперед открытой ногой, мы можем пойти вперед закрытой ногой, мы можем пойти назад открытой стопой и назад закрытой стопой. Вот это четыре основных движения. Когда мы двигаемся, вот это основные движения, которые мы делаем. Любой шаг, любой ногой, может быть, вправо, влево, вправо, влево, закрытой или открытой стопой. У нас нет прямых шагов. Мы всегда готовимся к тому, чтобы как-то выполнить дугу в нашем корпусе. Чувствую вертикальность баланса, почувствовали, как мы открываем ногу, контр-вращение закрыли, контр-вращение открыли, контр-вращение закрыли. Еще раз. Открыто, закрыто, открыто, закрыто. Вы должны чувствовать, что в паховой области происходит работа. И не только в паховой области, но и позвоночник. Любой позвонок работает. Давайте попробуем сейчас просто вытянуть позвоночник. на другой ноге попробуем, чтобы не утомлять одну ногу. Если я попытаюсь с прямым позвоночником делать то же упражнение, то очень трудно, потому что баланс меняется. Поэтому давайте забудем о форме и забудем о мышцах. Сконцентрируемся на весе. Давайте сейчас на правой ноге попробуем. На какой ноге мы раньше делали? На левой. Ага, ну теперь давайте на правой. Итак, нашли на правой ноге баланс. Мы принимаем вес. Левая нога открыта. Левая нога закрыта. Открыто, сзади. И закрыто. И снова. А чувствуйте, это ведь тоже танец, потому что каждый наш сустав задействован. И так вы можете делать долго. Поэтому не надо делать это на одной ноге, потому что это достаточно утомляющее упражнение. Теперь давайте попробуем назад. Стоим на левой ноге. Открытый шаг назад. Сначала только бедра. Бедренный сустав. Теперь мы хотим дальше протянуть эту ногу. Вот теперь мы начинаем использовать позвоночник. Теперь давайте попробуем использовать плечи, чтобы еще большего шага добиться. Теперь шаг очень долгий, длинный, но я, тем не менее, все равно в балансе на левой ноге. Долго не делайте, может, что-то что-нибудь треснуть у вас. Чем больше суставов мы задействуем, тем более мощное и полное становится движение. Поэтому вы видите, что если вы хотите усилить мощность движения, вот студенты к нам приходят, большинство приходят вот такими, статичными, и выглядят они достаточно прилично. Потом мы начинаем с нашей системой над ними работать. И вдруг они становятся хуже. Конечно. Почему? Потому что мы даем им свободу. Мы говорим им, забудьте о руках. Мы в балансе, мы свободны. Баланс, конечно, лучше, но... Теперь хорошо, чтобы они еще выглядели, если это немножко получше. Да, это, конечно, долгосрочное вложение. Быстро не сделаешь. Конечно, если они начинающие, то, помимо этого, придется им дать очень много упражнений, прежде чем непосредственно заниматься этой системой. Но если это хорошие танцоры, то когда они к нам приходят, они сначала становятся хуже, потому что мы заставляем их забыть вот об этой рамке. Они начинают экспериментировать с движением, они начинают иногда терять этот баланс, или оказываться в неправильном балансе. Это же не вертикальный баланс. Это стадия развития. Но чем более они свободны на этой стадии, тем быстрее они выйдут из этой стадии. И тогда они будут выглядеть гораздо сильнее. Когда? Они будут выглядеть гораздо сильнее, когда они поймут вертикальность баланса, что они способны переносить вес, будучи вертикально сбалансированными, что именно дает ощущение сил. Вот так я не выгляжу сильным. Я могу, конечно, вытянуть руку. Может быть, это и будет выглядеть сильнее, но это искусственно. Чтобы убрать эту искусственность, я опять выгляжу слабым. А как выглядеть сильным, надо найти вертикальный баланс. На любом перемещении веса. Это первое. Второе. Используя артикуляцию корпуса, используя действие, движение каждого сустава. Чем больше артикуляция корпуса, тем больше становится движение. В любом аспекте становится полнее, длиннее и объемнее. Потому что вы это можете видеть, мы это делали. Если мы только используем бедра, вот такая позиция. Начинаете использовать позвоночник, шаг становится длиннее, плечи еще длиннее. А теперь свей и движение становится больше, больше, больше и больше. В любом измерении. Не просто в расстоянии, но еще и в объеме. Но, конечно, в самом начале мы не можем ожидать, что наши пары сразу же координируют каждый, любой сустав в теле. если они будут координировать бедра, они не забудут о плечах. Это процесс развития. Поэтому очень важны упражнения. И главный подход, основной подход, это сфокусироваться на приоритете баланса. Потому что, как только у пары возникает вот этот маленький-маленький вирус в мозгу, как они выглядят, тогда они сразу запирают свои суставы. И они становятся по существу слабыми. Выглядят слабые, потому что они сейчас находятся посередине, 50 на 50. Они не используют эту систему. И не выглядят сильно. Поэтому они вот в этой серой области. Не там, не там. Поэтому очень важно отвлечься от того, как они выглядят. Если они будут в балансе, с внешним видом будет все в порядке. Давайте попробуем еще раз упражнение. Теперь на левой ноге. Давайте сделаем это очень плавно, как по маслу. Правой ногой вперед открыто. Используем позвоночник. Давайте попробуем, насколько далеко может идти назад нога. Используйте вертикальность баланса. Насколько далеко мы можем вынести ногу? Здесь. Насколько далеко мы можем вынести ногу? Насколько далеко? Неплохо. Мы сейчас ведь не используем силу. Мышцы расслаблены. Все время есть немножко. Больше и больше вы можете вывести ногу. Вот то, что сегодня вы думаете максимум, но если вы через час попробуете, всегда найдете дополнительный резерв. Посуществует я ведь могу еще и еще немножко. Потому что вы обнаруживаете больше суставов, которые могут оказывать влияние на этот шаг, который мы пытаемся достичь. Еще одно хорошее упражнение. Я думаю, что это вам дает понимание, как работают суставы бедер. Еще одно упражнение. Если вы откроете руку в сторону. Давайте сейчас отвечемся. Перед тем, как мы это сделаем, мы говорили о том, что бедра создают контр-вращение. Плечо и лопатка. Как пловец, вы видите, что и рука, и лопатка выходят из воды, чтобы получить этот длинный широкий замах. Вот здесь такое же ощущение. Плечо должно выходить, и лопатки, они не опущены и не соединены с телом. Лопатки подняты и открыты, вверх и открыты. И отсюда мы можем использовать плечи. Когда мы одно плечо подаем, вращаем вперед, конечно, если мы только одно плечо подаем вперед, мы упадем, поэтому мы контр-вращаем лопатки. как можно свободнее. Кто это там крякает? Теперь давайте попробуем применить это к движению. Да, вот так мне нравится. У меня плечи совершенно свободны, но как сделать так, чтобы это плечо выглядело красиво, а не так, как будто бы я направляю плечо в нос партнерша. Я должен контр-вращать локтем. Мы используем тот же самый принцип контр-вращения, противовращения. Значит, если плечо вращается вперед, то локоть должен вращаться назад. Плечо вращается назад, локоть вращается вперед. Теперь давайте сделаем это плавно, мягко и непрерывно. локтем и вперед. Когда плечо впереди, ладонь обращена вверх. Когда плечо назад, то ладонь обращена в пол. Плавно, плавно, непрерывно, мягко. Не применяйте физическую силу. Хорошо. Когда я танцую, нужна мне эта степень движения? Нет, конечно. Но будет ли это происходить, когда я создаю движение? Да, конечно. Если вы посмотрите на мою левую руку, если это все один кусок, то у меня будут проблемы с балансом, потому что я объединил вес руки. рука отведена от корпуса, поэтому возникают проблемы с балансом. Мне надо разделить эти суставы. Один килограмм, два килограмма, три килограмма, а они шесть килограмм вместе. Это все отдельные центры веса. Вот это одно движение, и выглядит вроде неплохо. Но вот так выглядит лучше. Это более полное движение. Я использую вес руки как часть движения. Конечно, я вам сейчас показываю это утрированно. Вы не увидите это в танце. Поэтому видите, как плечо идет вперед, рука под плечом. поэтому это движение внутри статичности. От чего идет рука? Итак, вопрос ваш такой. я начинаю вращение от центра баланса или от плеча? не надо устанавливать правила. Отсюда или отсюда. Что первое? Первое это всегда давление стопы. Поэтому если мы пойдем обратно, снизу вверх, то это давление стопы. Давление стопы и потом через все суставы вверх, а затем сверху вниз. Поэтому если мы сейчас будем обсуждать мышечные усилия, то это от стопы. Давление в пол, подтягивания. так я не буду поворачиваться, если я толкаю пол. А если я толкну пол влево, то у меня будет вращение, создается дуга. А если мы обсуждаем сейчас вес, то он начинается здесь. Он не здесь начинается. И не здесь. С самой высокой точке он начинается. Потому что если мы будем обсуждать вес, что является естественным направлением веса? Естественное направление веса вниз. Если я хочу использовать силу веса, энергию веса, если я начинаю отсюда, это движение сверху. Ну возможно, конечно. я буду использовать от центрального баланса вес. Если я буду использовать вес отсюда, то как домино. Вы знаете домино, да? Все костяшки упадут. Если мое движение начинается от запястья, веса, веса, не мышечное, здесь не нужно мышечное усилие. Использую килограмм, руки и запястья, это будет влиять на локоть, плечо, стержень, центр баланса, дальше центр тяжести и так далее. Это хороший вопрос, интересный. Самый простой ответ, если мы будем обсуждать мышечное усилие, то от ноги вверх, а если вес, то сверху вниз. В принципе, как результат мне нужно и то, и другое. Что я могу сказать наверняка, если я танцую пять туров в Блэкпуле, я уверен, что у меня примерно останется тот же вес, что в первом раунде, что в последнем. туре, может быть, я потеряю в конце литр жидкости или килограмм веса, но в принципе, более не менее, вес останется тем же. А вот физическая сила моя, вот тут мы говорим, наверное, о разных вещах в начале конкурса и в конце, поэтому чем больше мы полагаемся на силу веса, на мощность веса, тем больше мы можем ее использовать. Я сознательно вообще не использую мышечное усилие в теле, во всяком случае, только в стопе. Я все время сознательно ощущаю, как я физически тяну пол и толкаю пол. Я вам говорил уже, что пол это тоже женщина, я отношусь к полу так же, как к женщине, в зависимости от своего эмоционального состояния. Когда дело касается корпуса, я хочу использовать вес, а вес направлен сверху вниз. Компрессия. И тело подчиняется силе гравитации. Все суставы сгибаются, работают. нет абсолютно никаких ограничений. Как только у меня есть ограничения, я теряю вес, потому что я его задерживаю. Я не использую этот вес. хорошее вопрос. Хороший вопрос. Спасибо. úa